здравствуйте на библейском портале экзогет мы продолжаем обсуждать книги ветхого завета сегодня мы начнем с первых строчек с книги бытия в контексте всей традиции священного писания и предания церкви чтобы понять содержание священное писание мы не должны искать из собственных представлений об истории вселенной законах общественного развития и всех представлений о смысле жизни которые сложились в нашей культуре в последнее время и нам более-менее кажутся основными смысл каждой книги ветхого завета как смысл всей жизни избранного народа содержится выражены вернее он выражен всем библейским повествованием от начала до конца включая не только книги ветхого завета но и опыт нового завета до последние книги откровения на богослова мы говорили о том что библия о том как бог печется человеке и направляет его путь вот о чем это конечно счете в целом мы можем начать сегодня сочтение первых строк книги бытия согласно библейскому откровению мир создан в некий момент именно с этого момента начинается отсчет времени мир это не только организованное пространство но и временная протяженность улам как это именуется собаку то есть и временной протяженности истории она пронизана единым смыслом от первого момента творения до того окончания мироздания которое видение описывает иоанн богослов так вот начнем по еврейски книга называется в начале потому что книги называются первым словом с которого книга начинается берешит барай логим так начинается книга бытия то есть в начале сотворил бог так вот слово бара сотворил она употребляется только по отношению к богу она не употребляется в отношении какого-либо человеческого создания в греческом переводе употребляется глагол поел отсюда поэт бог художник творит по собственному вдохновению не по вдохновению извне как творит поэт о начале есть очень интересное рассуждение про первого максим исповедника он говорит время от создания мира и земли исчисляется то есть невозможно говорить о том что было до творения мира не было времени собственно так представляет себе и современная космология но надо или не надо искать сходств и какие-то сопоставления между научными картинами они разные в разные века мироздания и повествованием библии об этом особый разговор важнейшее утверждение библейской веры все сотворено богом из ничего присуще всему редкому завету и как именно исповедание веры вот как об этом 32-м псалме давида словом господним небеса утверждены и духом устигу вся вся сила их он собирает как мех воды морские заключать бездны в сокровищницы и так дальше и вот есть очень интересное одно место библии казалось бы по ситуации так сказать описываемый неподходящая тема о сотворении мира я имею ввиду вторую книгу маковейскую где описывается история мученичества братьев маковеев мы их поминаем первого или по новому стиле 14 августа это при царе антиохи эпифане римском императоре были жестокие гонения на иудеев и активная попытка подавить их веру так вот нет семь братьев были один за другим казнены по приказу антиоха эпифана с целью подавить их верность единому богу и вот доходит дело до младшего для того чтобы склонить его к отречению его матери сказано повлиять дескать уговори его сына остаться в живых он получит эту награду и вот что дальше после многих убеждений его она согласилась уговаривать сына и мы ожидаем она просит его сынок пожалей меня оставься в живых так вот что на самом деле наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому мучителю она так говорила на отечественном языке сын сжалься надо мною которая девять месяцев носила тебя в очреве три года питала тебя молоком скормила и вырастила и воспитала тебя умоляю тебя дитя мое посмотри на небо и землю и видя все что на них познай что все сотворил бог из ничего и что так произошел род человеческий не страшись этого убийцы но будь достойным братьев твоих и прими смерть чтобы я по милости божией опять прибыла приобрела тебя с братьями твоими это не просто мужественная женщина верная своим принципам или своей вере это человек она ее сыновья абсолютно убежденные ведь верный верующий это убежденный человек убеждена она воскресенье я то что вера воскресенье была присуща иудейскому народу это была вера воскресенье праведных и она умоляет его именно остаться в живых не потерять возможности быть воскрешенным богом пройти через смерть но чтобы она могла видеть его живым когда воскресном братья и сама она погибла и мать после гибели сына так вот интересно какими словами она укрепляет в сыне мужество она укрепляет его свидетельством о сотворении мира бог сотворил все из ничего это не просто какая-то философская концепция как нам может казаться один из способов описать возникновение материи в египте древним описывали так уж и миров иначе чукчи по-своему идейцы по-своему у всех какой-нибудь мировое яйцо какой-нибудь бог сам себя рождает и потом что-нибудь такое выделывает искать из какого-то материала нет принципиально иначе иудеев и это повторяю не какой-то так религиозный концепт это идея которая освещает весь путь их жизни и не этой иначе как убеждению воскресенье привести было привести не могло потому что если бог все сотворил по своей благости то явно не для уничтожения вот почему мать братьев маковеев находит именно эти слова чтобы подкрепить сына сейчас вернемся к первым строчкам книги бытия начали сотворил бог небо и землю земля же была безвидна и пуста и тьма над бездною и дух божий населся над водою и сказал бог да будет свет и стал свет и увидел бог свет что он хорош и отделил бог свет от тьмы и назвал бог свет днем а тьму ночью и был вечер и было утро день 1 и сказал бог да будет твердь посреди воды и отда отделяет она воду от воды и стало так и создал бог твердь и отделил бог воду которая подтвердил от воды которые над твердью и стало так и назвал бог твердь небом и увидел бог что хорошо и был вечер и было утро и день 2 и сказал бог да соберется вода которая под небом в одно место и да явится суша и стало так и собралась вода под небом в свои места и явилась суши и назвал бог суши и землею а собрание вот назвал морями и увидел бог что это хорошо понятно мы же самое начало принять речь не идет о какой-то наивный или там не наивный попытки изобразить такую рациональную картину возникновения тварного мира материального мира библия не для того написано предание было озабочено не космологическими идеями оно о судьбе мира главное о судьбе человека ради которого мир сотворен но по ходу разговора мы это будем с разной стороны характеризовать итак начали земля была безобразно без видно и пуста безобразная материя для нас непостижимо и как говорит в своей в докладе говорил на конференции посвященной библиотекому тексту отец леонид грильхис чередование образов это лишь к средства позволяющие указать на различные свойства первой материи именование небо и земля означает универсальность этой первой материи и и еще не расчлененность в этом можно сослаться на блаженного августина по мысли которого бытописатель называет водою ту самую материю которую он раньше называл то небом и землею то невидимой и неустроенной землею то бездны именем невидимой и неустроенной земли и бездны бытописатель дает понятие о бесформенности наконец именем воды означает материю подлежащую действию творца таскать еще не устроенном не оформленная материя без видно но по божественному слова является свет и увидел бог свет что он хороший материя обретает структуру мир становится видимым и создал бог твердь я делил воду которая подтвердит от воды которые на тверде не надо здесь воображать некие водные какие-то массы так сказать h2o которые то так то и так располагается где-то под небом и над ним речь идет о материальном мироздании которые приобретают оформленность и назвал бог твердь небом и увидел бог что это хорошо бог видит и благословляется творенный мир и и под взором творца мироздание пребывает всегда вот он видит его это важно что видит видение очень так усиленно подчеркивается библейском тексте в основном те образы которые мы воспринимаем читая ветхий завет это видимые образы вот как в салме 65 мы прочитаем придите и зрите дела божьи как он страшен в определениях и в определениях о сынах человеческих свидетельство о сотворении мира столь существенно для веры израиля во всемогущество и благодать бога что не ограничивается первыми строчками книги бытия она содержится и очень выразительной форме в других книгах например книги иова или книги премудрости иисуса сына сирахова слушай меня сын мой и учись знанию и внимай сердцем твоим словам моим я показываю тебе учение обдуманно и придаю знание точное по определению господа дела его от начала и от сотворения их он разделил части их навеку строил он дела свои и начало их в роды их и потом воззрел господь на землю и наполнил ее своими благами душа всего живущего покрыл лицо ее и в нее все возвратится книга иисуса сирахова книга это одна из книг премудрости она получает человека как жить но в этом так сказать поучение как человеку жить пред глазами божьими для вдохновения человека для его так сказать укрепление в доверии доверчивости послушание богу необходимо автору обратиться к первоначалу к творению мира заберем что в этом тексте подчеркивается видение слушай я показываю тебе дела божьи не столько объясняются сколько показываются так надо сказать и в новом завете помните приди и посмотри говорит филипп нафанайлу господи где-то обитаешь спрашивают и лан и андрей у иисуса когда пошли за ним от реки иордан пойдет падите и увидите говорит ему иисус то есть личный опыт личное так сказать восприятие реальности у должно убедить человека шестоднев начинается перечислением трех негативных качеств первоматерии безвинность пустота и тьма и они дали последовательно устраняются как казан апостолом павлом верую познаем что веки устроена слову божьим так что из невидимого произошло видимое это в 11 главе послание к евреям в первый день устраняется тьма да будет свет и стал свет во второй преодолевается безвидность бог разделяет единую водную бездну на верхние и нижние воды между ними пространство именуемое небом библейская образы снял не абстрактно поэтому тут не употребляются какие-то такие категории наукообразные или философские а употребляются образы видимого мира земля небо вода но в точке тут небо масса атмосферы нет что-то иное главное некое отделение внутри видимого мира происходит на отдельные пространственные стихи библейской образ и не абстрактные поэтому она так выразительно конкретно и об организованности структурности мироздания в книге притч от лица предмудрости говорится вот как когда он уготовлял небеса я была там когда он проводил круговую черту по лицу бездны когда утверждали вверху облака когда укреплял источники бездны когда давал море устав когда воды чтобы воды не переступали пределов его когда полагал основание земли тогда я была при нем художницей то есть вот это вот мы помним говорили с вами об этом книги премудрости и премудрость некое олицетворение или как в реческом тексте можем было больше передать словам логос творящие силы божии сына божьего и так это описывается как некая работа мастера полагал располагал очерчил давал границы вот эта образность очень существенно для восприятия ветхозаветного человека процесс разграничения материи продолжается и в третий день господь полагает границу морю является суши и вот интересно полагание границы морю для человека который представляет себе творение мира и вообще мироздания в той самой местности где все происходило в палестине это примерно это не то самое что скажем писали бы об этом и ирландские мореходы или скажем преподобные сосимые собаки соловецкие на белом море для которых море была своя стихия опасная трудная но понятная и своя стихия море для людей той местности стихия чуждая и страшная она является образом бездны помните свиньи были потоплены в море в воде в этой глубине пучина образ бездны и поэтому то что море имеет ограничение то что нам волны его не перейдут через границу море и земли песка который ограничивает это доказательство такой властной силы бога так вот и в третий день продолжается процесс разграничения всей материи устраняется пустота и на земле появляется зелень плодоносные деревья книги при мудрости иисуса церкви говорится так возрел господь на землю и наполнил ее своими благами или помните 103 псалом который поется в начале все ночного бдения полна земля произведение его сказано в этом псалме четвертый день господь населяет небо приводит бытие звезды и светила в книге опять же иисуса сирахова об этом так величие высоты твердь чистоты ведь небо в славном явлении солнца когда но является высвещает у них превосходит чудное создание дела всевышнего и луна всем свое время слушать указанием времен и знаменем века от луны указание праздников восхищать такое восхищенное описание но тут важно еще и другое в этом описание книги бытия мы очевидно читаем солнце луна это светило сотворенные богом как и все ведь и солнце и луна это боги во всем внешнем мире боги страшные мог быть первейшие вспомните у египтян солнце это ира и омон и отон молитва солнцу когда их на тонн помните фараон египетский 15 века до нашей эры пытался произвести реформу и единобожие так ввести в опыт но в религию египта то богом назвал только солнце и в ипостаси от он очень красивый гимн а то ну очень красиво если кто из вас помнит рельеф изображающий их натуры со всей семьей нафертити и их дочери молящиеся к солнцу и она которая свои лучи простирает и вот эти ручки которыми кончаются лучи солнца обращены к молящимися фараоне семье фараона все это очень красиво и прекрасно однако видите солнце бог иудеям же было открыто что бога не видел никто никогда да он иной по отношению ко всему мирозданию все что мы видим знаем понимаем можем почувствовать испытать или вообразить и ощутить свои жизни это творение бога и ничто из этого не является сколько нибудь само по себе богом и как невосхитительный солнце луна они всего лишь светил в пятый день населяется море сие море великое пространное там же гады инженер числа животные малые с великими там этот левиафан этот кит как вы помните все этому поем псалме 103 мы замечаем размеренность творческих действий бога а это размеренность отчетливая поэтапность это собственно говоря не попытка нам представить эволюционную картину это не повторяющий раз не такая космология типа так сказать научные современные картины мира это понимание того как художество бога совершенно и именно про является прекрасным произведением и потому ритмичным отчетливым зримым и вот в этом ритмическом творении мира опять же по слову сына сирахова все творения одно не тесни другое зависит какое тонкое наблюдение тоже радует верующего человека все что бог сотворил исключительно гармонично и одно не тесни другое ибо творец как скажется на фиге премудрости все сотворил расположил то есть все расположил мерою числом и весом вот это вот размеренность знаете вот это вот сознание ветхозаветным иудеем размеренности как признак совершенства божественного совершенства каком-то смысле роднит и сумма зрение сумма зрением древних греков начиная от пифагор или даже и иных гармоничность и соразмерность является действительно божественной во всем мироздание открывается наконец красота величия и премудрость творения и от величия и красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их так говорится книги премудрости книга премудрости написано было по-гречески ее автор и иудей из александрии писавший по-гречески и как иудей как и верующие вот в то что все творение своим совершенством подтверждает благости совершенства творца он очень удивляется как эллины среди которых он жил и мудрость которых он знал наблюдая гармоничность и совершенство мироздания от этого не догадывается не переходят к сознанию совершенство творца но надо сказать этому недоумение можно отнести ко всем ну например с так перейти к современному сознанию мы совершенно справедливо говорим о законах природы при этом некоторые могут писать слова природа с большой буквы что она как бы сама себе закон восстанавливает но мы не отнюдь хотим ее как-то оживлять и обожествлять законы природы законы действительно законы но если и законы как не догадаться что ей законодатель законы сами по себе никогда не написались ладно если мы верим физики и знаем что второе начало термодинамики не приложено что энтропия мира растет что увеличивается только меры беспорядка а наблюдаем в природе упорядоченность в развитии природных явлений скажем в живой природе наблюдаем исключительную упорядоченность от применить от примитивных существ которые уже одним тем что они существа они просто вещества являются исключительно сложные совершенные сами по себе даже примитивные хотя бы вирусы до человека во всем этом вот это закономерное совершенство упорядоченность и усложнение которое само по себе где когда когда могло бы произойти не камень на камень никогда не наскочил но камни рассыпаются не что иное никогда не усложняется самопроизвольно но только разве наоборот становится разрушенным возьмите даже такой факт самые сложные явления природы которые нам с вами людям простым не вообразить и только гениальные физики и математики могут понимать друг друг когда говорят о физике элементарных частиц или физики поля и вот этой высшей то что тончайших свойствах материи какой мех какой у них язык описание этих явлений наблюдаемых конкретно наблюдаемых приборами наблюдаемых наблюдение можно воспроизвести а каким языком описывается это чем-то сказать совпадает чтобы осознать это явление языком математики математики которые тоже нам с вами как людям не следующим а хотя бы даже исследуюсь следующем науке на уровне там отличник 11 класса не понять математика высшего порядка которые в воображении гений в математике существует она существует только в их воображении никак иначе она нигде не исчислена она нигде не прощупана это то что ум человека его сознание его понимание способны сводить концы с концами мыслимые мыслительные отчетливо поняла осознала и неких формулах зафиксировал все проходит какое-то время физики опытным путем наблюдают некое явление уже явление из материального мира как его описать есть заранее готовая математическая модель которая так просто как бы висела в сознании даже не в воздухе как некая абстракция не напоминает ли нам это о том что все мироздание вся сложность мира все его процессы конечно являются отображением так сказать воплощением воссозданием в образе видимого материального мира того что задумано изначально вот почему так мог удивляться автор книги премудрости или апостол павел который послание кремле помните говорит что все видимое свидетельствует о бытии невидимого творца совершение всего мира сотворен человек о чем поговорим следующий раз на следующих встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео